смотрите ребята зимушка зима зимушка зима минус сейчас минус 17 уже потеплело а был такой минус это вообще и главное даже солнышко вот опять на горизонте чистое небо и солнышко на горизонте такая у нас красота убрали опять все машины будут чистить и уже почистили может уже почистились у не сплю мы спим до 9 до 9 у нас еще новый год и рождество выслушайте меня дальше то что я говорила чистят 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 девочки и мальчики всем большой большой привет санкт-петербурга что могу вам сказать сначала самого начала конечно же поздравить вас с рождеством христовым вот расскажу как как это рождество встречают других странах мне даже я очень это интересно и конечно же поздравить вас в первую очередь поздравить пожелать благополучия счастья любви и здоровья а всех благ короче всех благ в общем все что вы сами себе желаете и то что жила же я того же желаю вам поэтому мы конечно же как всегда поправляю подушечку потому что немножко не не люблю что не симметрично она вот но что я хочу вам сказать ну и рассказать немножко обстановку в питере девочки в питере очень очень холодно вот кстати какие это самое очень очень холодно ночью было до 27 градусов вообще видите я в тепленьком сижу я кстати когда заказывал этот костюмчик да я почему то думала что он потоньше он оказался очень очень плотный теплый вообще шикарный такой костюмчик вот и я думала ну ладно отложила его думаю куда его буду такой вот теплый то это самое надевать и что вы думаете вот наступили холода я не вылезаю из этого костюмчика я даже в нем дома знаете сначала было даже 27 градусов дома было очень тепло потому что батареи шпарит во все лопатки но видно промерз все-таки дом потому что начиная с первого января у нас пошли морозы вот и морозы я говорю до 25 27 градусов вот в питере снежок мороз но это настоящая зима на самом деле вот это так это на самом деле вообще классно но в общем то знаете классно не классно но надо как бы и честь и видно промерз промерзла все-таки земля вот и поэтому мы и стало немножко утром найти утром прохладника хотя горы шпарит батареи и я вот одеваю эту кофточку у меня костюм надевая и мне становится тепло то есть очень теплый вообще замечательная прям рада что я его все-таки заказал хотя отложила думаю ну пусть лежит думаю ну куда я такой теплый одену вот ну вот такие вот у нас девочки дела что в питере еще хорошего в питере во время первый нос 31 на 1 было были закрыты отменены в общем-то все праздничные дни ой все праздничные мероприятия закрыты были кафе рестораны представляете люди которые приехали праздновать санкт-петербурге новый год конечно для них это был я думаю не очень приятная до самой новости но что поделать это были траурные дни знаете о чем я говорю с вами вот поэтому вот так вот ну все равно петарды взрывались все равно питер живи живет живет питер все равно вот это что касается питера вот ну что еще хочу хотел сказать про рождество вчера когда был рождественский сочельник мне попалось очень много видео видео ну немного но украинских блогеров где они показывают что они отмечают оказывается уже окрещение я чуть не упала думаю интересно нет я все понимаю я понимаю что у них у них вышестоящий иудей это сама отказала в нормальном рождестве что они перешли на другое значит уровень так сказать на другой календарь который а интересно мне как они будут я такая думаю ничего себе у них уже оказывается крещение они перепрыгнули это самое у них уже крещение а вот а у нас еще только сочельник вчера был да кстати загадывали желание молились я надеюсь это сама но большинство я так понимаю украинцев также отмечают никто не запретит людям верующим это вообще честно говоря нарушение всех прав и свободно это все сейчас что об этом сейчас господи говорит что там у них нарушается не нарушается еще плевать на это хотели мне просто интересно а может быть те кто отмечал вчера сочельник я имею не сочельник а кто отмечал вчера окрещение мне вот интересно этим людям как они будут отвечать пасху может быть им извиняюсь может быть им зелья обеспечит восхождение благодатного огня на их пасху все мы знаем что пасха начинается тогда когда иисус воскресе да это когда произошло восхождение благодатного огня не интересно на католическую пасху которую они будут отвечать православным вместе с католиками у них тоже будет восхождение восхождение католического то и восхождение благодатного огня зелья тоже им это обеспечит мне так это интересно посмотрим живем увидим вот но боженька все видит конечно же знаете и сатана там правит бал там правит бал я о чем говорю о том что во время новогодних поздравлений в католическом чуть ли не в католическом храме на новый год пути по тв украины показали как сатанисты поздравляли людей с новым годом я был в таком шоке я была в таком шоке я думал я сначала не поверил когда мне прислали я menu ну может это взброс какой-то я не верю в это нет это так это действительно так то есть сатанисты во всей украине уже не стесняются когда говорят что там не стыненение не что у нас не с это у нас нет сатанистов нет 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 но они уже не стесняются ребята не стесняются и девчата, уже они в открытую показывают, что ожидает Украину в скором времени. Из них делают, если из Америки, знаете, в Америке это всё внедряется, внедряется, эксперименты ставят на американца, конечно, бедные американцы, они живут в заложниках у этой всей сатанинской братьи, но здесь просто в открытую. То есть уже настолько переделаны, переформатированы украинцы, что им в открытую это просто преподносит, и никто не возмущается. Никто не возмущается, они даже спокойно к этому уже относятся. То есть нормально в православной стране, в католической стране, уже чуть ли не в самом соборе католическом, бал сатаны устраивать здорово. Вообще, ну, что я хочу сказать, почему? Кстати, я в конце покажу подарочки, которые мне Бог послал на Новый год. Вот это самое покажу вам. Ну, что я вам хочу ещё сказать, помимо этого? Опять-таки, выскакивают мне сейчас вообще, очень часто сижу на украинских пабликах, мне интересно, чем живёт наши соседи. Вот, и выходят, значит, тоже очень интересные блогеры, которые сейчас живут за пределами Украины, в Европе, и показывают, какой рай для беженцев там, и вообще, какой рай для беженцев. И вот выскочил один там тру-ля-ля, но это я его так называю, тру-ля-ля не буду, потому что я не буду его рекламировать. И он, значит, показал, как хорошо живут в Англии. Англия считается, ну, уровень жизни-то побольше, там, поляки туда едут, эстонцы, там, латвийцы, кто там ещё, литовцы едут туда работать, и украинцы едут туда в беженство. И что там такое? Он показывает, что плесень – это нормальное состояние для Лондона, плесень в домах, это вообще нормально, они на это даже внимания не обращают, а то, что это страшное дело, которое, ну, губит твоё здоровье. Сырость – это нормально, холод в домах, неотапливаемый этот самый, это тоже нормально. То есть всё вот это уже к этому лондонцы уже привыкли, они живут с этим. Для украинцев это, конечно, ещё пока дикость. Ну, за что? Боролись на то и напоролись. Вы же кричали там про медицину, там, ну, молча, все говорят. То есть про медицину везде, там, и в Норвегии, и в Германии. И, ну, не говоря про Англию, все говорят о том, что медицина – это просто кошмар. Кошмар в том плане, что туда просто не попасть. Тут ещё это самое тоже один, ну, высказано ещё одно видео, где произошёл конфликт между медицинским работником и беженцами, ну, там, с семьёй беженцев украинских. Вот они начали качать права. Я не знаю, в чём у них там дело, не хочу вникать. Ну, а, короче, что они сделали, беженцы после этого? Они написали, они выложили в интернете посты, которые против вот этой вот медицинского этого работника, причём, который разговаривал, потому что на русском языке. Вот, им ещё и предоставили врача, который говорит на русском языке. Эта женщина приехала вообще-то не из России, она приехала с Латвии, как она сказала. Вот, ну, так как она, как она говорит, мы все дети Советского Союза, и мы говорим на русском языке, а не на украинском. Вот, к сожалению, это, значит, это, в общем, короче. Они написали в интернете посты о том, что их, ну, в общем, плохие, плохие отзывы написали. И, видно, подключили всех своих беженцев, те тоже начали писать, какая это плохая. И что вы думаете, какая плохая, это врач какой плохой, какое плохое медицинское учреждение, им там не что-то такое не сделали. Что вы думаете, это медицинское учреждение просто, это было в Швейцарии, просто подала в прокуратуру на этих писунов. Писунам пришлось, это самое, бедные писуны описались, они не ожидали, что при такой свободе в Европе, если ты написал пост какой-то, там сказали, им объяснили, что да, адвокат, так сказать, объяснил, что да, юрист объяснил, что да. Если вы пишете в интернете посты, это считается публичным, ну, опубликованное, да, это дело, поэтому мы имеем право вас засудить. И их могли засудить, если бы само медицинское учреждение, они там сказали, что все, больше писать не будем, и вроде бы даже извинились, я уж там не помню. Ну, короче, судебная, сама медицинская организация, этот хозяин прекратил против них дело, им просто повезло. Вот, они отделались легким испугом, а так сказали, что вам бы мало бы не показалось, вот, что вы клевещете на вот это медицинское учреждение. Вам бы там мало бы не показалось. Мне сказали, прежде чем что-то делать, вы изучите. Мы такие, у нас такая свобода, слово, что не дай бог вы напишите что-то в интернете, не подумавши, вам мало не покажется. Вот вам свобода европейская, за что боролись, на то, и наборолись, дорогие украинцы. И ждите дальше, вас там научат. Кстати, я очень рада, что многие украинцы сейчас уехали в Европу. Вас там научат жить. Вас там жить научат. Вот, ваше возмущение, опять вот это выскочило, она уже на другом паблике украинском выскочила еще, ну, не на паблике, а именно у блогера еще одного выскочила. Опять эта дама с сиськами, у которой изъяли ребенка, она его не видит в Англии. Я думаю, что она не сможет его оттуда уже вытащить. Честное слово. И столько украдет деньги. Она, видно, даже не знает, где он находится. И не дает видеться. И, в общем-то, таких случаев, как сказали, что очень много в Германии детей просто отбирают у беженцев. Это самое в Германии, в Англии, в Норвегии, везде. Все люди, которые поехали с детьми, будьте очень аккуратными. Не дай бог, ваш ребенок что-то в школе скажет. Не дай бог, там, это в Швеции. Это везде. Везде в Европе юминальная. В Швеции, в Финляндии, у нас сколько таких было случаев. В Финляндии детей отбирают по полной программе. Там говорят, что опекунам платят по 150. Они отдают в опекунские семьи. Опекунам платят по 150 евро на каждого ребенка. Что там им еще платят? В общем, короче, это бизнес. Это там бизнес. А эта женщина даже сказала, у которых в Англии украли ребенка, она сказала, что ребенка проверили на все органы. Я вам сказала, что неизвестно, на что. А еще там одна женщина в постах, в комментариях написала, что у нее отобрали совсем маленького ребенка и отдали в гейскую семью. Это нормально у них там. У них там это нормально. Не рожайте там детей. Не вывозите туда детей. Или будьте тише воды, ниже травы. Имейте в виду. Я говорю, что мне жалко очень детей. Мне не жалко этих мамаш, потому что они должны качать права. Вы только у себя в Украине. И то вы уже там никто. И звать вас никак. Вы там уже ничего не можете. Вы ничего не можете. Страна изгой. Люди холопы. Страна изгой. А в вашей стране еще не принял никакие меры по мобилизации. Закон еще не принят. Новые по мобилизации. Но уже людей не пускают за границу. Уже требуют какие-то отметки в каких-то военкоматах и так далее и тому подобное. Как мужчина многодетный, то ли там шесть детей, то ли что его точно так же не пускают. Не пустили за границу. Хотя там мама у них. Он имеет полное право. Такого даже, я думаю, в законе даже такого не будет, что шестью детьми его будут призывать. Хотя это, знаете, это... Хотя я откуда знаю, что там в этом законе будет. Закон этот еще вам покажет. Куськи, ну мать. Ну вот, смотрите, я вам покажу немножко наш... В конце видео покажу нашу питерскую погодку. Я говорю, погода шепчет. Шикарная погода, ребята. Да, холодно. Да, это самый минус. Но это солнышко каждый день. Чего мы не видим никогда. Вот. Если я... Я выползаю, конечно. А, да, не забыла сказать, что мы же отдыхаем до девятого числа. Мы с тридцатого по девятое, по восьмое число у нас отдых. Мы все это время отдыхали. Многие уехали на отдых. Я никуда в этом году не еду и не поеду. У меня свои планы. Вот. Поэтому никуда не еду. Даже то, что мы забронировали. В феврале я должна была ехать. Я это все отменила. Мы вернули деньги назад, потому что... Ну, потому что... Может быть, потом расскажу. Пока что рассказывать не буду. Вот. Так что... Вот. И, конечно, ребята, в новом году счастья, здоровья, успехов, любви. И всего вам доброго. Пока-пока. Птички-мальчики, обещала вам показать то, что Бог послал на Новый год. Смотрите. Во-первых, купила, девочки, вот такие вот шесть бокальчиков. Шесть бокальчиков. Болгемское стекло, девочки. Вот, посмотрите, какой изящный. Какой изящный бокальчик. Просто я балдею. Вот так вот покажу вам. Просто изящнейший. Вот там шесть штучек их пили. Из Болгемского. Ваше Болгемское стекло. Помните советский такой фильм? И не буду больше охранять ваше Болгемское стекло. Ну, вот Болгемское стекло. Почему-то я предпочитаю пить шампанское из Болгемского стекла. Почему-то я не люблю одноразовую посуду. Так что пили шампанское на Новый год из Болгемского стекла. Но ещё старый Новый год, естественно. Будем пить Просека из Болгемского стекла. Ну, вообще, девчонки, на самом деле, без шуток, очень изящные. Посмотрите, какие изящные бокальчики. Шесть штучек. В общем, это самое. Там их вот купила. Вот купила на Новый год. Также взяла такой вот, взяли такой вот тостер тоже. Подарочек, так сказать, на Новый год. Но у меня мультиварка в белом, вот я в белом. Вы знаете, у меня тостеров никогда не было. Хотя, какой только техники, девочки, у меня нет. Сколько у меня кухонных комбайнов. Сколько у меня мультиварки, скороварки. Это уже третья у меня. Сколько у меня всякой другой техники. Мясорубки, электромясорубки. И что там только нет. Всяких разных этих самых грилей-магрилей. Но вот тостеров у меня никогда не было. И вот я решила взять тост. Ну, вот мы решили, так сказать, подарочек один из тостов. Представляете, какая ложечка, подложечка какая симпатичная. Думаю, ну, такая хорошая подложечка. Думаю, ну, надо взять просто, да, ради. Вот такие вот подарочки. Кстати, девочки и мальчики, кто? Кто? Вот я завариваю себе. Вот завариваю себе. Вот такая вещь. Сейчас покажу вам, девочки. Кто так же борется, как и я, с повышенной мочевой кислотой. Вот такой вот ортосифона тысяченочного. Почечный чай. Вот, девочки. Его завариваешь. Вот ортосифона. Очень хорошая вещь. Завариваешь его. Ну, здесь вот написана инструкция, как его заваривать, если у вас не в пакетиках. Вот. У меня, видите, у меня сразу листья не было в пакетиках. Они сказали, вот сегодня нет в пакетиках. Я говорю, ну, ладно, давайте. Я завариваю его. Девочки, за полчаса до еды надо пить половинку вот этого стаканчика. Половинку. Два раза в день. Вот начало такое лечение. Вот. Посмотрим. Знаете, вот что я почувствовала от него? Я уже могу вам точно сказать, что он очень сбивает аппетит. То есть, хочешь есть за полчаса до еды, выпей, да, и вообще. И потом почему-то есть не хочется. И я, кстати, теперь буду делать его перед ужином второй раз. Я утром выпила вчера и выпила в обед. И потом мне вообще есть не хотелось. Думаю, да что такое вообще есть не хочется. Девочки, очень отбивает аппетит. Так что имейте в виду, кто на похудении, хорошая штука. Не говоря о том, что она прекрасная для почек. Вот. В общем, это такая вещь почечная. Это чай. Ну, я имею в виду для вот снижения этой всей кислоты. Ну, что здесь особо ежедневно. То есть, смотрите, здесь надо пить его. Курс лечения 2-3 недели. 2-3 недели. Вот. Настой применять в тёплом виде. По 1-2 стакана 2 раза в день. За 20-30 минут до еды. Девочки, очень хорошая штучка. Вот. Много читала хорошего об этом чая. Вот. Ну, в общем... Об этом не чай, об этом вот это самое. Ну, я вам показывала, наверное, чай. Не помню. Показывала я свой чай, который я ещё пью-то. Сейчас ещё чай пью, девочки. Не помню, показывала или нет. Я вам его покажу. Вот такой вот чай. Валарбио. Смотрите. При повышенном содержании мочевой кислоты. Здесь смородина. Артосифон. Тоже здесь же. Брусника. Листья. Лобазник. Экстрат. Лопух. Корни. Липоцветики. Вот такой вот тоже пью. Тоже природная сила. Ну, я, знаете, чередую. Сейчас вот я буду пить вот этот вот настой. Делайте по инструкции. Или же есть в пакетиках уже готовый чай. Заваривайте. И счастье вам будет. Ну, что. Всем пока-пока. Подарочки свои на Новый год я вам показала. Тостер, кстати, очень хороший. Мы уже опробовали. Вот. Ну, и бахемское стекло. Ну, а кто-то пусть пьет из одноразовых стаканчиков. Все. Пока-пока.